В центре Азии, в самом сердце пустынного региона Так Ла Макан, китайское правительство запустило масштабный экологический эксперимент. За ним внимательно следили экологические институты по всему миру, но мало кто верил, что он принесет хоть какие-то плоды. Проект получил название «Живой песок». Идея казалась абсурдной – наполнить высохшие русла искусственными водоемами, соединенными сетью каналов и выпустить туда миллионы рыб. Эти рыбы, тилопии, карпы и серебряные караси были неприхотливы. Могли жить в бедной кислородом воде и питаться водорослями и микроорганизмами. Главной задачей было не только заселить пустыню живыми существами, но и изменить микросреду, очистить воду, насытить почву, запустить начальную фазу новой экосистемы. Инженер проекта Джордж Харпер, Джордж Харпер, работал вместе с командой китайских и международных специалистов. Они создавали резервуары, прокладывали каналы, собирали дождевую воду и перерабатывали сточные воды из ближайших городов. Первые недели после запуска рыбы в водоемы прошли в напряженном ожидании. Температура достигала 45 градусов, уровень воды испарялся с угрожающей скоростью. Но рыбы не умирали. Они приспосабливались. Через два месяца начали появляться первые признаки перемен. Вокруг водоемов начала расти трава. Насекомые, привлеченные влагой, образовали первые колонии. За ними появились птицы сначала чайки и цапли, затем редкие виды, давно исчезнувшие из региона. Ученые начали фиксировать изменения в составе почвы, органические остатки, оставленные рыбой, улучшили структуру земли. Эшли Коннор Эшли Коннор, специалист по биоцинозу из США, проводила замеры в одном из резервуаров. В своих отчетах она писала, что уровень биологического разнообразия увеличился втрое. Местные фермеры, сначала смотревшие на проект цирроний, начали использовать отфильтрованную воду из этих источников для полива. По краям искусственных озер появились плантации риса и кукурузы. Миграция людей, некогда покинувших этот регион, начала разворачиваться в обратном направлении. Через год проект «Живой песок» стал темой десятков научных публикаций. Эрил, съемки показывали разительные изменения, там, где раньше были только барханы и сухая трещиноватая земля. Теперь простирались водоемы, зеленые пояса и аккуратные фермерские поля. Проект вдохновил ученых в УАЭ, Египте, Чаде. Китай объявил о запуске второй фазы, теперь планировалось создать сеть взаимосвязанных оазисов, способных регулировать климатические условия и остановить распространение пустыни. А на южной окраине первого водоема, где когда-то было мертвое песчаное плато, стояла табличка. На ней по-английски и по-китайски была выбита фраза, которую предложил Джордж Харпер. Life flows where water does to stay. Жизнь течет туда, где осмелилась остаться вода. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного. Субтитры создавал DimaTorzok